Знакомая дорога в детский сад чуть было не закончилась трагедией для Анны Затулиной и ее дочери Полины. Возле собственного дома по улице Балябина, 45, девочка провалилась в открытый люк. Теперь Полина ходить здесь боится, а ее мама не может спокойно вспоминать о происшествии. Ведь ребенок не получил травмы только по счастливой случайности. Конечно, ребенок у меня не растерялся. Я закричала, тут шла женщина, бросила все свои сумки. И мы с ней, я ее за руку, и женщина ее подняла за комбинезон. После происшествия Анна Затулина сразу позвонила в городской водоканал. Выяснилось, что именно этому ведомству принадлежит колодец. А чтобы больше никто не провалился, его заложили подручными материалами. Стоит отметить, что это не единственный открытый колодец возле этого дома. Второй, судя по всему, относится к телефонным сетям. Часто металлические крышки снимают целыми кварталами. Злоумышленники повторно возвращаются на одни и те же адреса. Глобально решить эту проблему сложно. Необходимо предпринять целый ряд мер. Водоканал Чита постепенно, где это возможно, меняет металлические люки на полимерные. Новые полимер-песчаные люки, но, правда, они не ставятся на дорогах, потому что грузоподъемность не выдерживают. Они стоят только на тех местах, где может быть пешеход проходить, либо легкий груз. По запорным, как вы говорите, люкам, которые именно закрываются, есть и такие люки, которые мы ставим. Но они с успешностью тоже взламываются, ломаются чугун из чугун. То есть, ну, просто-напросто ломают. Ворованные крышки от люка в целиком или в ломаном виде воры сдают в пункты приема металлов. Несмотря на то, что это запрещено законом, их, судя по всему, принимают. Иначе воровать не было бы и смысла. В ходе одного из рейдов на крупный пункт приема металлов сотрудники полиции обнаружили около десятка крышек. Их привезли на КАМАЗе буквально за несколько минут до проверки. Сотрудники предприятия заверили нас, что такой груз к ним прибывает нечасто, и они поступают с ним по закону. Бывают случаи, что металлосдатчики под низ укладывают люки, сверху засыпают все это металлом, поэтому приемщик на пункте приема не может сразу обнаружить его. И когда металл разгружается, его обнаруживают резчики. Резчики откладывают эти люки в сторону, и мы потом отдаем их в ЖКХ или Янгодинского, или железнодорожного района. На месте сотрудники полиции выяснили номер машины, которая доставила груз. Сейчас проводятся следственные действия. Однако найти злоумышленников удается не всегда. Владельцы пунктов приема металла, особенно небольших, не стремятся к сотрудничеству с правоохранительными органами. При стоимости люка порядка 3,5-4 тысяч рыночной стоимости, балансовой стоимости, значит, как правило, за один люк выручают около 300 рублей. Опять же, к сожалению, жажда наживы некоторых наших граждан, индивидуальных предпринимателей, которые в нарушении порядка и правил оборота лома черных и цветных металлов, принимают эти изделия, совершают административные правонарушения, скрывают факт реализации вот этими вот похитителями данных люков. Санкция данной статьи в соответствии с кодексом об административных правонарушениях недостаточно жесткая, поэтому, значит, уплатив штраф, некоторые предприниматели, граждане, которые принимают лом цветных металлов, черных металлов, они снова возвращаются к этой деятельности. Штраф порядка 1500 рублей для физического лица, для должностного лица порядка 5000 рублей. Более серьезное наказание несут сами похитители. В этом году было возбуждено 95 уголовных дел, по факту кражи около 200 люков, 27 из них раскрыты. Злоумышленники получили реальные сроки. Статья 158 предусматривает наказание до 5 лет. Ну а семья Затулиных теперь ходит в детский сад с фонариком. Хотя, пока готовился сюжет, люк закрыли. Екатерина Станиславская, Дмитрий Пенигин. Время новостей.